Ровно неделю назад Кировская область попала в систему единого агента продаж полисов ОСАГО. Что это значит и каково влияние новшества за 7 дней попытались выяснить на собственном опыте сотни кировских автомобилистов. Предполагалось, что оформление полисов для них станет проще и прозрачнее. Так ли вышло? Узнавали мы с оператором Александром Брызгаловым. Такие очереди из автомобилистов за полисом ОСАГО были в Кировской области до вхождения в систему единого агента. Все потому, что в большинстве других фирм плюсом к ОСАГО с водителей требовали оформить дополнительные услуги. Например, страхование жизни или квартиры. А еще ограничивали по возрасту. Молодой – машину не застрахуешь. Страховщики объясняют, оформлять ОСАГО им сейчас невыгодно, не то что 10 лет назад. Тогда да, тогда это было интересно страховщикам, поскольку это был бизнес достаточно рентабельный. На сегодняшний день ситуация изменилась с точностью до наоборот. Убыточность по ОСАГО, в том числе и в Кировской области, практически во всех компаниях, она зашкаливает 100%. То есть мы получаем 100 рублей, а платим 105-110. Бороться с нежеланием оформлять ОСАГО на федеральном уровне решили созданием системы единого агента Российского союза автостраховщиков. В июле к ней подключили 4 региона. Осенью регионов стало больше 10. В их числе теперь Казань, Нижний Новгород, Иваново, Киров. И работа, казалось бы, изменилась. Теперь выбирать страховую компанию водители не смогут. За них ее уже выбрали на федеральном уровне. Дело в том, что все транспортные средства теперь распределены по номеру ПТС. И куда бы вы ни обратились за полисом ОСАГО, вам его оформят все равно на ту компанию, к которой вы относитесь, по единой системе союза. Предполагалось, что такой подход разделит поровну убытки страхователей от продажи полисов ОСАГО. А водителям даст возможность без очередей и допов страховать машину. Но вот очереди к местам оформления полисов сейчас, уже после вхождения в новую систему. Я с 4 утра стою из города Слободского. Почему? Ну, такая вот очередь. Там я записался 47-м человеком. Оказался в очереди 53-й. Люди тут сидят с пятницы, как мне сказали. Как только офис компании открывается, людей запускают внутрь, но очередь никуда не девается. Вот этот список. Люди, которые записывались еще с той недели, а кто-то сегодня с ночи. И правила очень жесткие. Перекличка каждый день в 5.45 вечером. Если не пришел, все, выбываешь из очереди. Не исчезли и другие проблемы, уверяют автомобилисты. Я уже, грубо говоря, неделю бегаю, вышиваю страховые компании и нигде не могу застраховывать. Мне говорят, только страховка. О, скировская прописка у меня страховка, а прописка, я знаю, где-то от 35 лет, где-то от 40 лет. Либо мощность осталась у них сил. Причем недовольными остались не только водители, но и страховщики-посредники. Представителей сотни компаний в нашем регионе нет. А оформляя от их лица, не понесешь ли ответственность, и сама работа с системой не радует. Просто выкидывают программу, и вот менеджеру приходится по новой все заносить, все данные. Карточка клиента сохраняется, хотя бы с этим вот легче. Ну а все остальные данные, да, это по новой придется. По словам специалистов, работу с программой могут наладить через месяц-два. Но тогда могут появиться новые проблемы с выплатами от дальних компаний при ДТП. Елена Чихомова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.